Всем привет! Сегодня будем готовить пирожные творожно-клубничные в безе. Как же это вкусно! Начинаем! Первое, что мне понадобится, это 4 белка холодные из холодильника. В белки добавляю щепотку соли и начинаю взбивать до мягких пиков. Смотрите, у вас вот так должен быть взбит белок, только с солью, без сахара. Теперь сюда. Начинаем взбивать на средней скорости, засыпаем понемногу сахар. Посмотрите, вот так у меня взбился белок. Ого, какой густющий! Смотрите, вот так должно получиться и у вас. Вправляем белок в кулинарный мешок или берите любой пакет, и потом можно будет срезать край. Теперь на противень с пергаментной бумагой можно использовать любую насадку, какую хотите. Значит, на расстоянии друг от друга делаем приблизительно одинаковые, заполняем дно. Так, а теперь сверху делаем гнездышки. Вот смотрите, вот так. Отправляем в духовку, разогретую на 80 градусов, и печем на конвекции, приоткрыв дверцу. Смотрите, вот так я оставляю приоткрытую полтора-два часа. Если конвекции у вас нет, пеките вверх-вниз с закрытой дверцей. У меня прошло 2 часа. Значит, смотрите, вот эти безешки должны хорошо сниматься. Видите? Сейчас покажу. Они могут быть мягковатые, но должны сниматься. Они должны быть мягковатые. Это же все-таки десерт, а не безе. Поэтому сверху такая хорошая корочка, а внутри они должны быть чуть-чуть мягенькие. Значит, какие нюансы могут быть по духовке? Смотрите, видите? Хорошо отходит. Можно выключать и отставлять. У меня духовка печет безе на 80 градусов. Фактически оно сушит безе. Так как духовки разные и газовые тоже есть. Значит, если у вас безе мягкое, прям вот мягкая сфера, это значит, что очень высокая температура. То есть вы выставили 80 градусов, а у вас духовка врет на градусы. Значит, нужно еще меньше температуру. Лучше дольше посушить, чем испортить. Поэтому лучше выставить даже 60 или 70 градусов, но сушить, например, 3 часа. У меня за 2 часа 80 градусов получаются шикарные безешки. Из этой нормы получается 15-17 штучек. Теперь приготовим начинку. Насчет скворок я добавляю где-то 1,5 столовые ложки сахарной пудры. Обязательно добавляем ванильку и сметану. Все взбиваем блендером. Весь приготовленный крем отправляем в пакет кулинарный или просто в пакет. Посмотрите, как хорошо отходит. Когда постоит, вообще остывает, очень хорошо отходит. Смотрите. Опускаем вниз белковой корзиночки. Вот так вот, прям снизу. Вот так я наполняю, чтобы хорошо заполнить все пространство. Можно, конечно, наполнять чем-то другим. Каким-нибудь там маскарпоне. Ну, как по мне, вот с творогом очень вкусно. Такие новые пирожные. Теперь декор. Значит, одну клубничку на одну безешку. Значит, смотрите, надавливаем на серединку вот так. И оно разъезжается. Смотрите, какая красота. И выкладываем. Посмотрите, какая красота получилась. То есть, правда, аж дух захватывает так красиво. А как же это вкусно. Я обожаю безе. А безе с клубникой это что-то. Ну что, вы готовы попробовать? Вы уже в предвкушении вкуса, который сейчас будет. Ммм, как это вкусно. Я когда готовила первый раз, я просто обалдела. Думаю, ого. Так. Боже, как же мне сейчас вкусно. Значит, с первого раза даже непонятно, что это творожный крем. Ты просто как-то так съедаешь эту целую штучку. Тянешься за второй. Думаешь, ого, не важно, что там внутри. Это так вкусно. Вообще-то они очень легкие. Съедаются очень легко и быстро. Не удивляйтесь, что их аж 15-17 штучек. Значит, у моей доченьки день рождения в разгар клубники. Я уже определилась, так сказать, с клубничным десертом. Надеюсь, что вам очень понравится. Думаю, что можно делать не только с клубникой. Попробуйте и пусть поэкспериментируйте с разными фруктами. Еще хочу сказать свою ремарочку по поводу самого безе. Значит, я бы, ну, на свой вкус. Тут уже, знаете, кому как нравится. Кому-то нравится более безе такое суховатое, кому-то более мягкое внутри. Тут на вкус и цвет. Я бы даже чуть раньше доставала из духовки, когда они уже вроде бы как готовые, но когда начинаешь их снимать с пергамента, они все-таки еще чуть-чуть липнут. Вот я бы вот на этом этапе бы доставала. Минут через 10 после того, как они постоят просто в кухне на плите, они все равно хорошо от пергамента отходят. Но тогда они еще мягче внутри вот эти безешки. Я люблю такое мягкое безе. Ловите себе клубничное настроение. Всех люблю. Ставьте лайки, делитесь этим видео. Обязательно приготовьте. Жду фотки в своем инстаграме. Смотрите меня на телеканале R1. Кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий рецепт. Пока! Всем привет! Я Ольга Матвей. Я люблю готовить и делюсь рецептами блюд на своем YouTube-канале. А «Еде с любовью» это моя первая интерактивная книга. Здесь собрано 130 лучших рецептов по мнению зрителей канала, а также более 600 пошаваховых фотографий приготовления блюд. Изюминка книги в том, что возле каждого рецепта есть видео. Нужно лишь отсканировать QR-код и перейти по ссылке. Смотрите, как это работает. Всем привет! Это канал «Готовить просто». Сегодня будем готовить очень вкусный фруктовый торт под названием «Тропиканка». Покупайте мою книгу и будем готовить вместе!